Репетиция войны, самое масштабное учение в истории, начали сегодня США и Южная Корея. Как говорят военные, в Вашингтоне и в Сауле хотят показать Ким Чен Ину, что им есть чем ответить на ракетные пуски, если придется. Как отреагирует КНДР, Дмитрий Анопченко задавался этим вопросом. Это не преувеличение. Стартовавшие сегодня маневры под кодовым названием «Бдительный АС» действительно самые масштабные в истории. В район учений перебросили 230 современнейших самолетов, включая истребители-невидимки F-22 и F-35. В наземной группе поддержки 12 тысяч американских военных сейчас задействованы, включая офицеров ВМС и морскую пехоту. А еще, как сообщают южнокорейские СМИ, до пятницы, пока будут длиться учения, Соединенные Штаты перебросят сюда знаменитые сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B, Lancer. Головную боль для режима Кима. Ведь они способны прорвать противовоздушную оборону Северной Кореи, двигаясь на сверхмалых высотах. На этом фоне особенно тревожно выглядят заявления, мол, мир как никогда близок к войне с Северной Кореей. И озвучивают эти месседжи не только в Пхеньяне, что в принципе понятно и предсказуемо, но и в Белом доме. Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер дал на выходных откровенное интервью Fox News, в котором заявил, риск войны с КНДР возрастает с каждым днем. Сказал, кроме военного решения северокорейской проблемы, пока еще остаются и другие методы, но времени все меньше. И, как признаются военные эксперты, нынешние воздушные маневры у границ КНДР могут быть не только и не столько попыткой показать Северной Корее силу, сколько детальной отработкой возможной военной операции. А политологи жалуются и в прессе, и в соцсетях. Дескать, нынешней администрации выгодна напряженность с КНДР. Пока взгляды американцев к Северной Корее прикованы, меньше внимания к внутриполитическим проблемам и скандалам. К тому же делу Флина. В этом есть логика, но это только часть правды. Важнее другое. Стремясь к урегулированию через давление на КНДР, через блокаду и санкции, Соединенные Штаты военного решения не исключают. И в Пентагоне просто обязаны к нему готовиться. Чем и будут заниматься всю эту неделю в небе над Кореей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.